Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, а глянуться не успело, как зима катит в глаза. Эти строчки из басни стрекоза и муравей научили нас всех, что к длинной и холодной зиме надо готовиться заранее. Именно поэтому, когда весной едва заканчивается один отопительный сезон, коммунальщики тут же начинают подготовку к новому. Самое главное, в первую очередь мы проверяем готовность социального значения объекта. Это детские сады, школы, больницы, другие различные формы собственности. Конечно, большую роль играют и многоквартирные дома, где наибольшее количество людей проживает. А еще летом проводится работа по замене и реконструкции сетей водоотведения, тепла и водоснабжения. Сетевая компания в основном плановая ежегодно около 4 километров приблизительно заменяет ветхих сетей. Это таки, которые идут по магистрали, по улицам наших дорог, и еще также ввод их в дома. Потому что сейчас разграничение идет по закону до стенки здания. Рососнабжающая организация несет ответственность. Далее собственник уже несет ответственность за сохранность и подготовку отопительного периода. Ну и, конечно, не остаются без внимания городские котельные, большинство из которых летом не переставало работать. Ведь горячая вода в кранах нужна жителям республики круглый год. Сейчас начинается осмотр задней трубной доски. Вот так тщательно проверяется каждый котел в котельной номер 10. Именно она отвечает за тепло в домах почти всей центральной части Черкеска. Котел открывается. Вы видите, что открыта крышка котла. Там проводится очистка этого котла. Все внимательно специалистами осматривается. И если есть какие-либо недостатки, они исправляются. Это регламентные работы. И если необходим, то текущий ремонт. После этого проводятся гидравлические испытания котла. Для этого котел закрывается. Он запитывается водой. Поднимается давление в котле. Причем выше, чем рабочее. После давления в котлах снова снижается для повторного осмотра. Если выявляются какие-то отклонения в работе системы, они устраняются. И цикл повторяется снова. Такая система проверок позволяет избежать серьезных поломок в длинный отопительный сезон. Основная функция наших котлов – это нагрев теплофикационной воды и подача этой воды в жилые дома, где она распределяется уже по батареям. Часть воды идет в теплообменник и нагревает нашу горячую воду, чтобы из крана шла горячая вода. Сейчас в Карачаево-Черкесии ведутся работы по переводу этой и других котельных в автоматизированный режим. Это значит, что совсем скоро диспетчер будет следить за всеми процессами в автономном режиме через монитор компьютера.